МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Наша с вами тема – это перестройка. Перестройка, ее причины, распад СССР и ее последствия. Почему, по вашему мнению, она интересна? Во-первых, потому что мы, прежде всего, до сих пор живем в постсоветской истории, которая определяется теми событиями и той логикой, которая была задана именно в этот период. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начать разговор о перестройке нужно, разумеется, с причин и с описания того состояния, в котором находился Союз Советских Социалистических Республик к 1985 году. Основных причин у перестройки несколько. И первая из них начала формироваться, если можно так выразиться, еще в так называемый период застоя. Период застоя – это время правления, во-первых, Леонида Ильича Брежнева, который стал первым секретарем сначала. Затем пост был переименован в генерального секретаря ЦК КПСС 1964 года. Затем застой фактически продолжился при его наследнике Юрию Владимировичу Андропову, который проправил совсем недолго, 16 месяцев, в 1982-1984 годах. И совсем уже техническим генеральным секретарем был Константин Устинович Черненко, который заполнил паузу между Андроповым и Горбачевым в 1984-1985 годах в течение всего 11 месяцев. Что такое застой? На самом деле застой отнюдь не происходил в области промышленного роста, экономики. Скорее, к концу этого периода наметилось падение темпов роста советской экономики, хотя в течение всего Брежневского управления рост был, а в конце 60-х, начало 70-х годов он был достаточно высокий, что было связано с проведением реформ, которые возглавлял председатель Совета Министров СССР Косыгин. В этот же период в Советском Союзе в экономике возникает, тем не менее, довольно серьезная проблема. Дело в том, что по развитию научно-технической революции, по внедрению фактически компьютеров в промышленность, Советский Союз стал отставать от развитых стран Западной Европы и от Соединенных Штатов Америки. При этом сами компьютеры, в отличие от распространенных сейчас представлений, в Советском Союзе были. Промышленные компьютеры производились, и по своему качеству они, если и уступали западным аналогам, то ненамного. А Советский Союз участвует в гонке вооружений, в Советском Союзе разрабатывает новые месторождения полезных ископаемых и так далее. В общем, тяжелая промышленность, это называлось группа предприятий типа А, опережала развитие группы предприятий типа Б, то есть той части промышленности, которая должна была обслуживать потребности обычных людей. Производить потребительские товары, в том числе продукты питания, одежду, мебель и так далее. Все производство, распределение, торговля должны были соответствовать заранее рассчитанным плановым показателям, расчетом которых занималось специальное ведомство, Госплан. Но чем больше внедрялись те или иные современные технологии в советскую экономику, тем больше становилось понятно, что все плановые показатели рассчитать очень трудно. Необходимость этой модернизации компьютерной не очень понимала высшее советское чиновничество. Проблема геронтократии появляется в советской политике, которая касается не только экономики, но и других сфер. Средний возраст членов высшего органа управления в СССР, членов политбюро, в концу брежневского периода это хорошо за 70. И проблема заключалась не только в том, что страной правили пожилые люди, проблема в том, что в целом на высших постах в СССР стоят люди предыдущих поколений, и которые больше всего заботятся не столько о необходимости модернизации страны, сколько о том, как бы чего не вышло проблемного в ходе этой модернизации. Они настроены консервативно. Проблема застоя в СССР – это проблема, прежде всего, застоя в сфере управления и застоя в сфере идеологии. В официальной концепции марксизма-ленинизма в эти годы происходит не просто застой, а самая настоящая деградация. Все, что выходит за пределы очень жесткого канона, за пределы тех установок, которые выдвигал секретарь ЦК КПСС по идеологии, я имею в виду Михаила Суслова, а он свою карьеру делал еще со сталинских времен и занимал близкие по значению посты еще с того времени. Так вот, у Суслова была специальная картотека с выписанными цитатами из произведений Маркса, Энгельса и Ленина «На все случаи жизни». И в соответствии с этими цитатами оправдывалось все, что было нужно в данный момент в процессе колебаний генеральной линии партии идеологической, которая, разумеется, менялась. Благодаря тому, что официальная идеология все больше отрывается от действительности, становится скучной. Живая мысль в нее не допускалась, в ней сразу же видели какую-то опасность. Это приводило к тому, что эта идеология воспринималась все больше как чистая формальность, как ритуал. Все больше и больше представителей партийного руководства начинают связываться с организованной преступностью, возникновение которой также связано с проблемой дефицита. Раз есть дефицит, значит, есть спрос. Если есть спрос, значит, его надо удовлетворять. Как он удовлетворяется? Возникают подпольные производства в СССР, неофициальные, которые используют рабочую силу государственных рабочих, государственные ресурсы, которые воруются, по сути дела, с предприятий. Для того, чтобы подпольное производство защитить, его организаторы дают взятки сотрудникам милиции. Они также вынуждены подкупать руководителей на уровне министерском, ну не самих министров, а их заместителей, руководителей главков и так далее. И параллельно с официальной советской экономикой возникает так называемая теневая экономика. Важно понимать, что теневая экономика живет на ресурсах экономики официальной, государственной. Но при этом эти ресурсы в нее в итоге не возвращаются. Это паразитическая экономика. Вторая экономическая проблема, также способствующая застою, это расходы на военно-промышленный комплекс. На заводах, где производится военная продукция, работают лучшие инженеры, лучшие рабочие. На ВПК зациклены лучшие научно-исследовательские коллективы в стране. А все остальное обеспечивается, по сути дела, может быть, не в полной мере, но, по крайней мере, по остаточному принципу, кроме некоторых наиболее важных стратегических отраслей. Итак, проблема экономического и идеологического застоя ощущается в начале 80-х годов. Эту проблему особенно остро ощущал руководитель Советского Союза, занявший это место после смерти Леонида Ильича Брежнева, Юрий Владимирович Андропов. В прошлом руководивший Комитетом государственной безопасности. В чем выражалась главным образом та проблема, которую он наблюдал? Это проблема коррупции в советском руководстве. И с этой проблемой Юрий Владимирович Андропов пытался бороться увеличением административных мер. Начинается расследование наиболее громких коррупционных дел, и начинается борьба за дисциплину на производстве. Многим современникам эпохи Андропова, его 16 месяцев правления, запомнились народными дружинами и милиционерами, которые ходили по магазинам, по кинотеатрам и баням, и отлавливали прогульщиков, которые посещали эти места во время того, как должны были находиться на работе. Однако борьба с коррупцией, в том числе даже с высокопоставленными коррупционерами, тогда начинается расследование дела о такой тотальной коррупции в Узбекистане, хлопковое дело, так называемое, они не изменили систему в целом. И стагнация и идеологическая, и уже экономическая продолжается. И на этом фоне нужны свежие люди, свежие силы, которые могут совершить какие-то отличные от прежней логики шаги. На общем фоне довольно серых партийных работников, которые делали свою карьеру, как тогда шутили, колеблись вместе с генеральной линией партии, выделялись несколько молодых фигур, среди которых как раз Михаил Сергеевич Горбачев, чья карьера началась благодаря Юрию Владимировичу Андропову, который начал выдвигать первый секретаря Ставропольского обкома партии на более высокие посты. После смерти Черненко, через 11 месяцев после его назначения на должность, после ряда интриг, тем не менее на должность генсека назначается сравнительно молодой и имевший такой реформаторский ореол Михаил Сергеевич Горбачев. Проблемы очерчены. С чего он начинает? Он начинает с повторения, практически полного повторения прежней логики реформ в Советском Союзе. Главный упор на тяжелую промышленность, нужно в нее внести наибольшее количество капиталовложений. Эта политика называется политикой ускорения, которая провозглашается на апрельском пленуме, то есть собрании ЦК КПСС в апреле 85-го года. Именно тогда прозвучало впервые слово «перестройка». Но в начале Горбачевского управления чаще, чем слово «перестройка», произносится слово именно «ускорение». К этой политике ускорения готовились и раньше. Например, был в течение двух с лишним лет подготовлен пакет документов, посвященных ускорению научно-технического прогресса в СССР, и под это дело был собран специальный пленум ЦК. Однако, обратите внимание на факт. Нужно ускорять развитие высоких технологий. Для того, чтобы подготовить совещание по организации этого ускорения, тратится больше двух лет, что является довольно важной характеристикой системы управления высшим руководством СССР в эти годы. Здесь нужно отметить еще один немаловажный момент, который часто называют одной из главных причин перестройки. Еще в 70-х годах Советский Союз выходит на мировой рынок после экономического кризиса мирового, начавшегося с середины 70-х, энергетического кризиса, связанного с тем, что после очередной арабо-израильской войны арабские страны-экспортеры нефти резко повысили цены на энергоносители. Советский Союз, где недавно была разведана тюменская нефть, огромное месторождение, которое до сих пор играет одну из самых важных ролей в российском уже экспорте нефти, Советский Союз вышел на этот рынок с более низкими ценами и неожиданно стал весьма важным государством, экспортирующим жидкое золото. Однако деньги, которые были потрачены, валютные средства от экспорта нефти были в 70-е годы потрачены во многом неэффективно. Закупались целые готовые заводы. Один из самых известных примеров – это завод в Тольятти, ВАЗ, до сих пор существующий. Но, как считают довольно многие историки советской экономики, закупка этих заводов затормозила, собственно, отечественные разработки, в том числе в области автомобильной промышленности, и тем самым также способствовала стагнации. Есть еще одна важная проблема. В Советском Союзе никак не удается наладить работу сельского хозяйства. Во время политики ускорения Михаил Сергеевич Горбачев публично выступает и обещает продовольственное изобилие к 90-му году, а решение жилищной проблемы к 2000-му году. Однако те капиталовложения, которые пошли в тяжелую промышленность, дать быстрого эффекта не могли. Кроме того, это приводит к, скорее, усилению проблемы дефицита. Подрывает наиболее серьезно политику ускорения события 1986 года. Трагедия 26 апреля 1986 года. Взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной станции. Главная причина аварии был ненадежный реактор, который был внедрен по причине необходимости экономии, а также по военным причинам, поскольку он одновременно должен был заниматься и производством электроэнергии и тепла для мирного использования, и одновременно на нем должны были, по идее конструктов, производить оружейный плутоний для ядерных бомб. От второй идеи отказались. Но в конструкцию реактора были заложены целый ряд особенностей, которые в итоге привели к его нестабильности и в итоге к взрыву. Советские ликвидаторы сделали невозможное. Они построили саркофаг, который изолировал взорвавшийся реактор от окружающего мира уже к концу 1986 года. В процессе этого строительства нужно было решить огромное количество и научных, и технических проблем, и советская экономика, и советская система управления с этим справилась. На этом примере очень хорошо видно, что в кризисной ситуации советская экономическая и управленческая модель срабатывала неплохо. А вот в ситуации необходимости постепенного и серьезного реформирования она буксовала. После Чернобыля и после того, как становится понятно, что политика ускорения приводит скорее к усилению проблем дефицита и других проблем в советском обществе, принимается решение усилить политику перестройки. В 1987 году Горбачев заявляет о необходимости введения гласности. Проблемы Советского Союза начинают решать уже не сколько в экономической плоскости, сколько в политической, чтобы мобилизовать население и заставить его обсуждать те вопросы, которые стоят перед Советским Союзом. В области экономики после провала, опять-таки, политики и ускорения принимается решение сделать ставку на внедрение элементов капитализма. Принимаются два немаловажных закона. Во-первых, закон об индивидуальной трудовой деятельности, который разрешает, по сути дела, частное предпринимательство, но без использования наемного труда. Также частники должны были быть облагаемы довольно высокими налогами, но, тем не менее, это официально разрешено. Также принимается закон о кооперации, который должен был позволить создавать предприятие уже с элементами наемного труда и производить в этих кооперативах те товары, с производством которых не справлялась государственная промышленность. Что получилось в итоге? Производство не получилось, получилась торговля. Подавляющее большинство и кооперативов, и отдельных предпринимателей, которые появляются в СССР в 87-88 году, занимаются, по сути дела, легализацией доходов, которые были получены до этого и во время этих событий в рамках теневой экономики на так называемом черном рынке. И слово «кооператор» становится синенемичным в это время в Советском Союзе слову «торгаш» и одновременно «преступник». Проблему дефицит это не решает, а процесс криминализации советского общества резко ускоряется, потому что раз кооперативы обналичивают и легализуют нелегальные доходы, сразу возникает рэкет, который с них собирает, так сказать, свою дань, усиливается коррупция, и те самые проблемы, которые эти реформы должны были погасить, наоборот, расцветают пышным цветом. В области политики гласности что происходит? Происходит очень резкий поворот. Один из людей, который является одним из ближайших соратников Горбачева, Александр Яковлев, также член Политбюро и ответственный за идеологию в новом горбачевском руководстве, меняет редакторов ведущих журналов и газет в Советском Союзе. Политика партии меняется, но если не на 180 градусов, то сначала на 90. Начинают обсуждаться вопросы, которые до этого было запрещено или не рекомендовалось обсуждать. Вопросы травматических моментов советской истории, прежде всего репрессий, а также спорные вопросы и теневые стороны Великой Отечественной войны. Начинают публиковаться материалы на эту тему. В основном журналистские материалы. И здесь одним из локомотивов перестройки оказывается журнал «Огонек» во главе с редактором Виталием Коротичем, который публикует наиболее сенсационные материалы и подает их как лучшие таблоиды в западных странах. Часть советского общества, с одной стороны, очень благожелательно относится к этим переменам. Все больше и больше обсуждаются эти спорные проблемы, обсуждаются вопросы репрессий. Опять начинается массовая реабилитация жертв политических репрессий, тех, кого не реабилитировали еще в хрущевский период. Но, с другой стороны, другая часть советского общества реагирует на это как на крушение устоев, как на развал существующей идеологии. И советское общество начинает раскалываться. С одной стороны, как тогда говорили, на сторонников перестройки, а с другой стороны на так называемых консерваторов. И таким же образом меняется ситуация в самой партии. В партии возникает консервативное крыло, которое выступает за смягчение или даже откат назад в области перестроечной политики. И вскоре на место лидера этого крыла выдвигается другой относительно молодой политик, Егор Кузьмич Легачев. В свою очередь, другой высокопоставленный советский лидер, кандидат в члены политбюро, недавно назначенный первым секретарем московского обкома партии Борис Николаевич Ельцин замечает, что официальная идеология постепенно трещит и делает ставку на критику политики Горбачева, только уже не с консервативных позиций, а с более радикальных позиций, заимствуя тем самым определенные идеологические моменты у диссидентского движения. В 88-89 уже годах начинаются протесты рабочего класса. И самые известные протесты — это протесты шахтеров в Кузбассе, которые выдвигают лозунги против партийной номенклатуры, против системы привилегий. Эти лозунги подхватывает Борис Николаевич Ельцин. Борис Николаевич Ельцин сознательно разрывает в 88-м году отношения с Горбачевым, по сути дела. Он выходит из состава политбюро в качестве кандидатов в члены этого органа. И когда в 89-м году по инициативе опять-таки Горбачева собирается первый съезд народных депутатов СССР, то оппозицию, которая называлась «Межрегиональная группа депутатов», фактически возглавляет бывший представитель партийной номенклатуры, человек, делавший карьеру в точности в соответствии с логикой борьбы в советском партийном аппарате, Борис Николаевич Ельцин. В момент созыва съезда народных депутатов в стране очень велик запрос на демократизацию. Действительно. Сложившая система власти вызывает раздражение как у значительной части консерваторов, так и у тех, кто называет себя демократами. И когда собирается съезд, на котором впервые идут живые дискуссии о актуальных вопросах и об экономике, и о идущей еще войне в Афганистане, и о национальных отношениях, и о прошлом Советского Союза, страна буквально вымирает, все смотрят прямые трансляции со съезда. Стенограммы печатаются, люди, которые на съезде выступают, становятся общесоюзно известными людьми. Но когда собираются следующие съезды, постепенно энтузиазм уменьшается, поскольку говорят много, а экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Одной из самых важных проблем в эти годы сравнительно неожиданно для советского руководства становится та проблема, которая в итоге приведет к развалу страны. Это национальная проблема. У каждой республики в составе СССР есть те или иные внутренние проблемы, связанные с разграничением территориальных сфер между этническими меньшинствами и большинством населения данной республики. Эти проблемы все так или иначе регулируются путем сдержек и противовесов, и окончательные решения принимаются в Москве. И московское руководство привыкло к тому, что все спорные проблемы с помощью таких аппаратных методов регулирования можно решить. На вызревание национальных противоречий и конфликты в высшем советском руководстве предпочитают закрывать глаза. У нас дружба народов. И ярчайшим примером такого невнимания стало развитие конфликта в Нагорном Карабахе, который воспринимается в Армении как одно из древнейших мест, где компактно проживают армяне, поскольку большая часть мест, где армяне проживали еще тысячелетия тому назад, находится теперь на территории Турции, а сам Нагорный Карабах находится в качестве автономии в составе Азербайджана. И в 88-м годах одновременно и среди азербайджанцев, и среди армян начинается интенсификация националистических настроений, они становятся все более и более острыми. Как реагирует на этот центр? Москва. Никак не реагирует. Вся ситуация отдана на откуп местным партийным руководителям, которые либо не принимают никаких мер, либо, как считают многие исследователи, наоборот, тайно или даже более-менее явно поддерживают рост этих националистических настроений с целью решить проблемы собственного статуса, увеличить собственный статус в этом регионе. По точно такому же сценарию фактически происходит появление национального конфликта на следующий год, в 89-м году, на другой территории СССР. Это погромы турок-месхитинцев в Узбекистане. Опять-таки появляются какие-то слухи о грядущих погромах, о том, что месхитинцы унижают и обирают местное узбекское население. Опять-таки, как реагирует на этот центр? События в Сумгаите частично засекречены, а их виновники судятся по статьям о хулиганстве. Про разжигание национальной розни центр ничего не говорит. А турок-месхитинцев на самолетах в результате специальной военно-политической операции вывозят из Узбекистана в другие районы СССР. И расследование, опять-таки, спускается на тормозах. По точно такому же сценарию, который отличается в деталях, но в целом очень похож, происходит расследование других этнических конфликтов и столкновений на подобной почве. В частности, разгон националистического митинга в Тбилиси в 89-м году. В результате этих конфликтов во всех республиках, где они происходят, резко растут настроения не просто националистические, но впервые звучат лозунги о выходе из СССР. Параллельно с этим, как борьба с дискриминацией, дискриминацией в кавычках, этих народов, начинают требовать принятие особых законов о языке, чтобы в каждой республике принять закон, что данный язык, в Узбекистане узбекский, в Латвии латышский, в Грузии грузинский, и обладал теперь привилегированным государственным статусом. Якобы для того, чтобы бороться с русификацией, насильственным навязыванием русского языка и русской культуры. Законы о языке становятся очень важным рычагом усиления национализма, разжигания национальных конфликтов и одновременно рычагом развала СССР. Что обостряет всю эту ситуацию? Экономические проблемы в СССР. Очень просто объяснить причины экономических проблем тем, что каждая республика подвергается эксплуатации со стороны союзного центра. Почему есть дефицит в Грузии или на Украине? Потому что Москва высасывает все соки из этих республик. Но точно такая же пропаганда шла и в России. Официальная идеология не может дать ясного ответа на вот эти возникающие проблемы. И поскольку официальная позиция заключается в повторении одних и тех же мантр, слоганов про дружбу народов, то националистическая модель оказывается проще, понятнее, привлекательнее и просто энергичнее. Ни управленческого, ни идеологического рецепта для борьбы с этой проблемой центральное союзное руководство продемонстрировать не может. Неспособность центрального руководства принимать эффективные управленческие решения и представление, согласно которым проблемы могут рассосаться сами собой, приводит к тому, что о всех союзных республиках все больше и больше задумываются о независимости. Декларации о суверенитете принимаются в, прежде всего, 90-м году во многих советских республиках. В одной из первых эта декларация принимается в РСФСР, то есть в самой России. И теперь речь уже идет не о ликвидации тех или иных кризисных явлений, а о самом сохранении СССР. В марте 1991 года на волне вот этих центробежных тенденций, которые разваливают Советский Союз, Михаил Сергеевич Горбачев организует референдум о сохранении СССР. Правда, в этом референдуме после произошедших событий участвуют уже не все республики. Участвуют только 9 республик из 15. Не участвует Прибалтика, 3 прибалтийские республики, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Молдавия и Армения. В остальных 9 проходит референдум, и большинство оказываются за сохранение СССР. Однако, очень тяжело идут переговоры о заключении нового союзного договора теперь на основе большей самостоятельности отдельных республик. Этот процесс получил название «Ново-Огаревский», поскольку именно в резиденции Михаила Сергеевича Горбачева под Москвой в Ново-Огарево и идут эти переговоры между Михаилом Сергеевичем и лидерами союзных республик. Переговоры идут в течение лета 1991 года. Подписание нового союзного договора по модели, как тогда говорили, 9 плюс 1, 9 республик плюс Горбачев. Подписание назначено 20 августа. Перед подписанием Горбачев отправляется отдохнуть на свою резиденцию в Крым. И в этот момент происходит событие, которое, как считают многие историки, окончательно и похоронило надежды на сохранение СССР. 19 августа вице-президент СССР Янаев, представитель КГБ Крючков, представитель Совета министров СССР Павлов и еще ряд людей, которые были обязаны своими карьерами именно Горбачеву, организуют Государственный комитет по чрезвычайному положению, сокращенно ГКЧП. Они берут Горбачева под арест. На своей пресс-конференции заявляют, что Горбачев в силу состояния здоровья не может исполнять обязанности генсека. И что пытаются сделать? Пытаются сохранить СССР с помощью административных репрессивных мер, отменить часть произведенных реформ и, прежде всего, подавить сопротивление в виде российского руководства. Дело в том, что в это время в СССР два главных центра силы. Один это Горбачев, другой это Борис Николаевич Ильц. Государственный комитет по чрезвычайному положению вводит войска в Москву. Но еще на его пресс-конференции многие наблюдатели обращают внимание на то, что сами члены этого ГКЧП очень не уверены в том, что они делают. Они несколько растеряны. И оправданность этого впечатления показывают события в Москве. Ельцин отказывается подчиниться указу о распуске Верховного Совета РСФСР. Он организует, и его сторонники организуют сопротивление, собственно, в Белом доме, резиденции Верховного Совета России. В результате, в общем, трагической случайности, в результате попытки остановить войска, которые на самом деле проходили мимо Белого дома, гибнет три человека. Когда выясняется, что армия расколота, что часть воинских соединений переходит на сторону Ельцин, когда выясняется, что Ельцин перехватывает контроль за, по крайней мере, частью, в том числе довольно высокопоставленных деятелей комитета госбезопасности, ГКЧП осознает, что без серьезного кровопролития уствердить свою власть невозможно. Они не решаются это делать, идут на переговоры с Горбачевым, а затем просто сдаются. Провал ГКЧП означает не только провал в подписании новоогаревских соглашений и нового варианта союзного договора. Провал ГКЧП означает дискредитацию всей КПСС. Принимается решение о прекращении действия органов КПСС, временном, по крайней мере. Одновременно в этот период Борис Николаевич Ельцин путем личных переговоров договаривается о союзе с представителями союзных силовых ведомств. Эти переговоры он будет вести в течение всего оставшегося августа, а затем сентября, октября и ноября 91-го года. Горбачев лихорадочно пытается сохранить СССР на другой основе. В этом его, кстати говоря, как ни странно, поддерживают руководители иностранных государств. Международный авторитет Горбачева как архитектора перестройки, как создателя нового мышления во внешней политике, как человека, с чьим именем связано прекращение холодной войны, авторитет не очень высокий. Однако Борис Николаевич Ельцин играет напережение. Договаривается с лидерами Украины и Белоруссии, Кравчуком и Шушкевичем, о совещании в Беловежской пуще в Белоруссии, на котором принимается решение о распуске СССР и создании вместо него, по сути дела, такого околоконфедеративного учреждения, как Союз независимых государств. Михаил Сергеевич Горбачев противостоять этому не может. Реальные рычаги управления страной находятся уже не в его руках. И 25 декабря он выступает с последним заявлением и уходит из своего кабинета. На этом Советский Союз прекращает свое существование. Вспоминая о кризисе и распаде СССР, очень важно, прежде всего, представлять, почему программа перестройки, вначале вызвавшая такой энтузиазм, оказалась неудачной. Извлечь из этого уроки для того, чтобы не повторить и в области национальных отношений, и в области системы управления, и также в области экономики, те ошибки, которые были допущены советским руководством и перевели к тому, что после распада СССР огромное количество людей, живших на этой территории, испытали на себе межэтнические кровопролитные конфликты, некоторые из которых продолжаются по сей день. Чудовищный экономический кризис, обнищание и потерю веры в перспективы собственной жизни и уверенность в завтрашнем дне. Нельзя сказать, что все эти проблемы на данный момент ушли в прошлое. Спасибо на этом за внимание. Изучайте историю.